значит смотрите первое что нам нужно сделать модель это мы сейчас описываем алгоритм проектирования системы защиты здесь уже не комплексной системы защиты потому что мы собственно говоря системы защиты здесь построить не очень можем из-за практически невозможности применения инженерно-технических и организационных методов на поле и проектирования проектирования систем защиты информации для облачных и к с это в которой на сегодняшний день Опять-таки один из многих Которые можно применить Значит В основу этого алгоритма Положен риск-ориентированный И процессно-ориентированный подход То есть Модель-система Модель-система Орограф Модель-система Орограф Плюс Конечный автомат Значит, как описывается система Система описывается Процессом Процессом Предоставления Услуг пользы Процессом предоставления Услуг пользы Каждый процесс Ставится в соответствие Каждому процессу Ставится в соответствие Количественная оценка Степени его выполнимости Ну, то есть П и Т Где П и Т Это некая Информация О процессе Характеризующая Степень Выполнимость Выполнимость Этого процесса Пример Значит, я хочу Получить Свойства Вернее Я хочу получить доступ Некоторой информации Да Значит П и Т Это будет Обобщенная Информация О конфиденциальности Целостности Доступности Некоторая обобщенная Информация Конфиденциальность Целостность Доступности Следующая Характеристика Этой системы Связан Характеристика Связанности Системы Значит Характеристика Связанности Что значит Что в момент Времени Т В момент Времени Т У нас Информация О процессах Характеризуется Множеством П Обратите внимание Что здесь Нет ни множества С Ни множества О Дальше Целевая функция Целевая функция Или некий оператор С Целевая функция Или некий оператор С Которую мы Дальнейшем будем Называть Оператор Решения Такую картинку Дорисую Вот у нас Множество П Вот у нас На это множество Действует Оператор С Каждому из этого П Соответствует В общем случае Некое Множество Это множество Это множество П Это множество С П 2 Это множество С П 3 Ну как в вычислительной математике Да То есть Вот это Значит Ещё раз Можно Где С П 1 Общая Там Общая Это что? С П Пересечение Не пуска Так Смотрите Это аналог Некий аналог Как в вычислительной математике Вот С нашей точки зрения П 1 П 2 П 3 Да Между собой Могут быть Неразличимыми Да Если Когда Смотрите Когда Множество Пересечений Для Оператора С Да Например Не Они не Пересекаются То есть Пустое множество Понятно? Да Так вот Примерно На этой же Идее Строится Модель Безопасности Для Распределенной И Облачной И Вышительной Системы То есть От Множества Объектов С Мы Переходим К Процессам Процессам Во времени Это Функция Связанности Я объясню Потом Почему Она так Называется И С Целевая Функция То есть Функция Достижения Системы Некой Своей Функциональности Ну например Предоставление Уровня Необходимых Услуг Что мы Делаем Дальше Второе Что у нас Остается Скажем так Что у нас Остается Модель Уязвимости Ресурсов Она Остается Потому что Она Не зависит И Не зависела От Модели Противника У нас Да Повисела Только От Модели Угроз То есть Модель Уязвимости У нас Остается Модели Угроз И Модели Противника Как таковой Нет Третье Там где Анализ Лиска Процессно Ориентированный Анализ Лиска Каким образом Мы Его Проводим На макро Уровне Оценка Связности Системы То есть Существование Для всех Т Существование Для всех Т Оператором Решения То есть Для любого Времени Д У нас Вот это Пересечение С Должно Быть Не пусто Это Макро Уровнение Второе Второе Составление Дифференциального Дифференциального Уравнения По Т Это тяжелее Да? Составление Дифференциального Уравнения По Т Смотрите Что у нас есть У нас есть Некое Мгновенное Да? Наше Состояние Относительно Времени Есть Некое Дифференцируемое В общем случае Частично Дифференцируемое Функция Которая Описывается Оператором С Да? И есть Главный Результат Таким образом Относительно Чего? Относительно Множества Процессов П Мы можем Составить Дифференциальную Уравнение Понятно? Решая Его Мы получаем Допустимое Множество Процессов П Понятно? Ну Приблизительно Ясно? Да? То есть И Тогда Отвлекаясь От Понятий Множества С О М Да? Не вводя Понятий Матриц Доступа Мы получаем Вот Общую Некую Оценку Дифференциально-интегральную Оценку Риска Для Облачной Системы Что мы Делаем Дальше? А вот Дальше Хуже Дальше Мы делаем Можно вопрос? Конечно А что Будет Начальным Условием Для этого Дифференциально-интегральную Начальным Условием Будет Просто Некое Вот как Там у нас Было Q Нулевое Значит У нас Здесь Будет Такое Множество Процессов Которые Мы сможем Задать Простым Например Перечислением Ну то есть Некое Состояние Которое Мы всегда Знаем Например Очерчиваем Множество Процессов Начальное Для одного Пользователя Рисуем Вот для него Да П Делаем Это Начальное Состояние Для Всей Системы И потом Рисуем Общее Уравнение И Работаем Ну Я приведу Примеры Потом Просто Уже Все Уже Все Да Правильно Слова Да Шалко Надо Быстрее Как-то Идти А вы только в субботу можете Пользовать? К сожалению Да Но Вы говорили Что В следующий раз Там можно Раньше Или не получается Раньше На первую пару Если Будет Пользоваться Симса Все Понятно Ладно В следующий раз Мы пойдем Быстрее Я просто Приведу Пример Этого Дифференциального Уравнения Хорошо Чтобы оно Было Более Понятно Кто Интересуется Больше Вот Этой Штукой Для того Чтобы Хорошо Понимать Прочитайте Работу Трауб Вашняковский Общая Теория Оптимальных Алгоритмов Или У них Есть Еще Одна Работа Информация Неопределенность Сложность Трауба Вашняковского На этом Основана Будет Модель